Обожаю готовить! Люблю животных! Покупаем вкусняшки! Вот так пазл! Играем с буквами! Ссылки на игру под видео. Качай и играй! Смотрите новые серии эксклюзивно на Иве. Бода! Бода! Тихо все! Бода-борода! Игра в загадки! Привет, малышня! Привет, Бода-борода! Сегодня будем играть в загадки. Ура! Будем играть на бублики. Я люблю бублики. А я как будто не люблю бублики. Слушайте первую загадку. Что такое круглое на бо начинается? Бочка! Неправильно! Болтик? Нет-нет-нет-нет! Борщ? Круглый борщ? Борщ, он же красный или горячий. В общем, это слово «боробан». Странный барабан. Боробан, а не «боробан», Бода. Я все равно победил! Потому что на самом деле я загадал бороду. Но борода не круглая. А моя круглая. Смотрите. Круглобородный рыжий бок. Бода, почему ты себе сразу три бублика прибавил? Потому что вы три раза не угадали. Теперь вы загадывайте. Ну, ладно. Белое вкусное начинается на мо. А, ну, это ж любой знает. Кто ж не знает, белое вкусное на мо. Это же мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Мороженое. Мороженое. Хе-хе, отгадал. И снова Бода получает бублик. Бода, почему ты теперь два бублика прибавил вместо одного? А потому что Катя подсказала. А мне с подсказками неинтересно. Тогда мы еще одну без подсказки загадаем сейчас. Валяйте. Снаружи зеленый, внутри красный и сладкий. На «А» начинается. Ананас. Ананас, если и бывает зеленый, то внутри не красный. Зеленый? Кокос. Нет, кокос внутри белый. И кокос начинается на букву «К». Автобус. Неправильно, это арбуз. Хе, арбуз я называл. Не называл. Не называл, значит думал о нем. А неделю назад даже ел. Раз это журничаешь, мы с тобой больше не играем. Ну, поиграйте со мной. Ну, пожалуйста. Я вам за это самую-самую секретную загадку загадаю. Кто самый умный, прекрасный, великий, великолепный учитель в мире? У него еще борода есть. Хм, наверное, вот кто. Это, что ли, самый лучший учитель? Вы не угадали. Я самый лучший учитель. Бода, здесь и написано Бода. Бода? Бода, это же я. Уф, угадали, наконец. Бода, лучший, Бода, лучший учитель. За то, что вы угадали такую трудную загадку, вы получаете раз, два, три тысячи миллионов секстиллионов в девять батат очков. Ух ты, равный счет. Ничья. Ой, стопочка бубликов ничья. Но я добрый, я съем. Смотрите, буду съедать наши бублики. Да. Ребусы. Лыжи. Или ласты. Или, может, сапоги. Бода, привет. Ты готовишься к путешествию? Привет, дети. Я готовлюсь испечь пирог. Неужели незаметно? В ластах. Вы правы. Лучше в лыжах. Чтобы ничего не перепутать, я зарисовал рецепт пирога с помощью автобусов. Ты хотел сказать ребусов. Это такие рисунки, в которых спрятаны слова. Не мешайте, дети. Так, первое слово, которое нам нужно для пирога, спряталось в этом автобусе. И это... Муха. А, вот и муха. Ой, надо было в ластах за ней бежать. Ага. Теперь нужно добавить в муху. Бода, смотри. В ребусе над картинкой буква К зачеркнута. А рядом написано буква К. Может, тебе нужна не муха, а мука? А я так и сказал. Мне нужно добавить муку. Что же за пирог-то без муки? А муха мне нужна для красоты. Во, видали? Красота. Итак, в муку мы добавляем... Слон. Хе-хе, маленький слон. Вот и ласты пригодятся. Бода, в ластах ты слона не догонишь. Смешные вы, дети. Без ласт слона каждый поймать сможет. А вы попробуйте в ластах. Слон. Поймался. Пойдем, слон. В муку тебя добавлю. Бода, я понял. Если Н в конце слона зачеркнуть, а в начале добавить ма, получится масло. Из слона масло. Ахе-хе, вот тебе автобус. Ладно, слон, иди и ешь в джунгли. Учитесь, как скрывать секретные и полезные рецепты даже от самого себя. Так, что там у нас дальше? Да. Хе, видите, дети? Да. Значит, я уже сделал пирог. Да? Все, пирог, ты готов? Нет, Бода, не готов. Как это нет, когда здесь написано да? Это тоже ребус. Да, написано в букве О. В-о-да. 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 Вода какая-то получается. Вода. Конечно, потому что для пирога нужна вода. Конечно, вода. Вот так автобус. А вот и мой пирог. Ой, что это? Бода, кажется, ты испелк не пирог. Ты испелка ребус. П-и-рог. Получается, пирог. А это все почему? Потому что... Автобусы. Ребусы. А где мой пирог? Ох, этот автобус. Буква Е и Ё. Привет, дети. Сегодня я покажу вам сразу две буквы. Е и Ё. Спасибо, Бода, мы запомнили. Сейчас узнаем, как вы запомнили. Я приготовил очень трудное задание. Составил слова с Е и Ё. А слова превратил в предметы. Вот вам карта. Найдите слова, в которых есть Е и Ё. И принесите мне. А я пока сериал посмотрю. Ура! Сейчас найдем. Так, это мел. О, вот буква Е. Берем. Ищем ущелье в пещерах. Ежик. А вот буква Е. Вот и ведро. Ведро. Здесь еще одна Е. Ммм, ну что такое? Что это? Кракозябра какая-то. А вот еще что-то странное. А это что за колючка? Ну, Бода. 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 Я целый день слова с этими буквами придумывал. А вы за две минуты их нашли? Я даже серию досмотреть не успел. Бода, скажи, что это такое. Мы не можем понять. Ага. Не можете догадаться. Что бы вы без меня делали? Это же качели. А это веник. А это мед. Доставайте оттуда. Е и йо. Бода, но тут написано не качели, а качули. Воник, а не веник. И мот вместо меда. Е и йо нету. Кажется, это морфики стащили. Е и йо. Ага. Морфики. Это моё. Вот, дети. Тележка. А зачем тележка? О, вот буква Е. Качели. Вот буква Йо. Мёд. Веник. Молодцы, дети. Ну и всё, пока. Мне пора мультики смотреть. Не понял. Откуда у морфиков тележка? Я же её забрал. Аммофоны. Дети, сегодня мы отправляемся ко мне на дачу. Ура, наконец-то. Только я не помню дорогу. Ну как же так? Но у меня есть карта. И сам её нарисовал. Так. Вперёд. Оп. Не туда. В карте написано, что к даче надо пробираться через пруд. Хм. Ой. В прошлый раз пруд выглядел... По-другому. Бода, здесь должен быть водоём, а не тоненькая веточка. Не пруд, а пруд. Всего одна буква поменялась, а сразу стало так мокро. Как же нам перебраться на другую сторону? Как-как? Очень просто. Нам нужен плод. А? Ням? Да не вам. Не такой плод. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ладно. Пусть будет такой плод. Бода, ты снова ошибся в одной букве. Тыква, ананас или груша это съедобный плод. А нам нужно несъедобное плавательное средство. Плод. Хе-хе-хе-хе. На весло? Резь два. Резь два. Резь два. Резь два. Резь два. Ура! Добрались! Дача! Вот. Здесь написано, что дверь надо отворить. Кто-нибудь знает долго двери варится. Бода, двери не отваривают, а отворяют. Только для этого нужен ключ. А у тебя написано код. Да не было у меня никакого кота. Брысь отсюда. Я понял. Бода имел в виду не кота, а цифровой код на замке. Ой, ну наконец-то. Не подсматривайте. Вот какой я молодец. Сейчас еще каши из тыквы наварим. А еще мы узнали, что есть такие слова. Хомофоны. Они произносятся одинаково, но пишутся по-разному. Вот, например, есть лук. С травой и цветами и с буквой Г на конце. А есть лук. Пригодится. Бода, спасибо. Ты помог привидению наших мыслей в порядок. Что? Где привидение? Буква Г Вот А где вот это? Привет, Бода, ты что-то потерял? Привет, дети, конечно потерял Гайку, как я проведу урок Если буква Г не готова, срочно все ищем гайку. Бода, а ты ее точно здесь потерял? Гениально! Мы изучаем букву Г, гайка тоже на букву Г. Значит, и искать ее нужно в местах на букву Г. Г-г-г. Вот, город. Будем искать гайку в городе. Но, Бода, почему в городе? Потому что я главный сыщик, а главный тоже на букву Г. Ой, будем рассуждать как сыщики. Что мы знаем про гайку? Правильно, она начинается на букву Г. Значит, нам нужно найти все предметы на букву Г. И среди них окажется гайка. Понятно? Понятно. Тогда начнем. Смотри, что морфики нашли. Гружевик. Голубя. Гнома. Отлично, задача выполнена. Слова на букву Г найдены. Бода, но мы же ищем гайку. Значит, задача не выполнена. А это еще кто? Такой важный. Это генерал Бода. Он тоже на букву Г. Хм. Не похож. Так, дети. В городе гайки нет. Значит, будем искать... Так... О, в горах. Бода, морфы нашли гусеницу, герань и гриб. Хм. Опять он. Боди тоже нашу гайку хочет найти. Так. В горах гайки явно нет. Ищем дальше. ФМНЕГЭМДИГЭМА. О, в гардеробе. Так. Вот, вот, и вот. Смотри, Бода. Гольфы, глобус, грабли. Так, а тут? А здесь? Ну-ка. Гайки так и нет. Все, дети, урока не будет. Забудьте про букву Г и никогда ее не используйте. Ммм. Вот, опять. Бода, может, он хочет помочь? Как же, помочь. Знаю я этих всяких, как их. Ладно, сейчас проверим. Добрый день. У вас случайно не найдется гайки на букву Г? Здравия желаю. Найдется. Ура, дети, у нас есть гайка, и мы можем продолжить наш урок. Не хотите ли присоединиться? Хочу. Я так люблю учить буквы. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву Г и слова, которые на нее начинаются. Гусь. Гусь. Гиря. Гиря. Гайка. Гайка. А генерал-то, ого-го, быстро учится. Честь имею. Бода, вот же твоя гайка. Гайка? И правда, гайка. Хе-хе. Ой, все, дети, урок окончен. Хорошая буква попалась. Столько слов начинается. Кенни, например. А еще вот герой. И все же про меня. Пока, Бода. Да, да, пока, дети. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует...